Она называется «Госпредприятие. Эффективная реализация основных председательных программ и дополнительного профессионального образования в УЗИ и на предприятии». Значит, здесь поступит так. Кто желает выступать, заявляйте. И в процессе будет обсуждение докладов, какие-то вопросы задавайте. Мы уже в режиме, как мы условно назвали, группы 100. Понятно, здесь сложно это назвать, как геометрическую фигуру. Но тем не менее, это спецформат так будет, свободного общения. Сейчас загружается материал у Волошова Виктора Михайловича, заместителя генерального конструктора по программно-целевому развитию директора научно-образовательного комплекса АО «НПП Радар ММС». Он хотел поделиться мыслями и по облику современного выпускника и тех задачек, которые стоят перед службами и предприятиями для повышения качества подготовки. Согласно программу, здесь у нас закладчики еще будут какие-то похожие как основательные с презентацией. Я записался с Магием Михайловичем в Центратегии с программно-целевым. Есть там. Есть там. Вопросы на всем. Вы тоже, да? Вы тоже записали туда, значит, вы тоже выступите. Ну а так у нас тем, кто-то понятный, в том числе очень серьезный вопрос, это согнатмент зоны 5-го ПВК, это нужно будет обменяться в линии, и проблема базовых камер. Она сейчас, ну, это все, по всей стране, сколько базовых камер, сколько в ней, и подходов к их созданию и конденсируют. Поэтому, вот эти вопросы, я хочу обратить внимание вот именно на них. Так, ну я тогда попрошу ограничиваться временем тоже, так сказать, чтобы оставить время на вопросы, на ответ. По существу. То есть там, ну, наверное, порядка 7 минут наступление. А там лучше в дискуссию развернуться. 7 минуты докладывали? Да. Ну, больше чем 10, это не будет. 10? Конечно. Ну, давайте, что сказать, давайте 10 минут. Потому что, надо, концентрируйтесь. Ну, хорошо. Я не люблю тех, кто делает презентацию. Да, презентацию. Давайте 10 минут. Презентацию. Пожалуйста. Подписывайтесь. Маттер Михайлович. Продажекомомассников. Давайте так. Я, особенно, наверное, на приключение не буду обращать внимание. Значит, наше предприятие, ну, это самое крупное предприятие по выпуску и разработке метрии. для высокоточного оружия, авиационного, наземного, морского базирования. То есть все, что где летает и летает, и открывается, там обязательно стоит наша дорога на людей. И самое большое количество по стране. Значит, мы говорим сейчас, у нас образовательный форум. Вот эта знаменитая пирамида, начиная с топ-ориентации, заканчивая выпуском декларов и кандидатов, вот она у нас высоко предприятия в полномобиле. В полномобиле. Следующий парень. Опа, да, и говорим о том, что здесь есть. Значит, про ориентации. Мы с 2007 года проходим совместно с Дворцом Тионеров, Анечком и Дворцом, под отечественную правительство города конференцию «Будущая сильная Россия в топотехнологиях». Это тоже классный. Причем статус у нее межокеонарный, уже скорее всероссийский. В прошлом году это было порядка 400 участников. Это 43 регионы России. Мы впервые подключили Дальний Восток и по понятным причинам Крыма и Севастополя. В прошлом году участвовали в нашей конференции. Схема такая, что проходит региональный тур, победители приезжают в Питер, в Питере они проводят уже финальную часть этой конференции. Конференция проходит в районе Дня космонавтики. Обязательно участвуют участие многих известных главных и генеральных конкурторов. В прошлом году, например, на конференции были Акапян из-за московского жуковского агата, был Михеев, генеральный конкуртор КБ Камов. Значит, каждая конференция, вот дипломанты, выпускники конференции по осени уже посещают то или иное предприятие, высокоскологичное предприятие. Это были и РКС, это был звездный субуправление полета. В этом году есть Банксарем и Микрон, это ведущие предприятия отечественной аэроперенционной промышленности. В следующий слайд. Мы работаем, соответственно, с колледжами, с вузами. У нас на данный момент три базовые качества. Первые, где худо-бедно, они уже устоялись. В прошлую последнюю качество своих мехов мы согласовали, буквально, еще позже не прошло. И согласование именно для того, чтобы пошли необходимость подготовки специалистов в части проектирования, в части технологии, то есть специалистов и продукции технологического уровня. Следующий слайд. Мы ежегодно проводим у себя в практике студентов в вузу. Где-то так до 300 человек в год мы проводим через себя. Это студенты колледжа, студенты вуза. В практике, во-первых, курсы по основным производственным помещениям. Это установочные лекции математики предприятия. И субботный набор практических занятий, которые они выполняют на своих рабочих местах. Следующий слайд. Целевая подготовка. Целевая подготовка, я имею в виду, следует постановление Путина в 2010 году. Значит, мы активно в этой системе работаем. В 2014 году у нас был 101, а бетрулент, проходившую эту систему, в этом году 98. Ну, примерно, держится. Распределение по вузам показано. Значит, понятно, что это эти темы, которые досутили за работу предприятиям, и соответственно, дальше по окончанию Путина будут устроены на предприятии. Все свои курсовые, дипломные практики, все проходит только на территории предприятия. Следующий слайд. Прогноз наших потребностей до 2019 года. Ну, в общем, сложились где-то на уровне 100, 120, 130 человек мы ежегодно должны набирать. Это при общей численности сегодня у нас порядка 2000 человек и потребности в текущей потребностей, порядка 400 человек. Слезучий слайд. Мы сделали у себя несколько учебных классов. Понятия для вас в этом ничего удивительного нет, для предприятия это была экзотика. Зачем нам учебный класс? Тем не менее, сегодня это 30 часов загрузки в неделю. Это занятия с студентами, с практикантами, с аспирантами, это внутренние семинары, это внешние рекламные мероприятия, работа с гостями. Поэтому класс загружен очень плотно. Опыт включен к локальному сети предприятия. Поэтому из этого класса есть за любое программное обеспечение, которое лежит на северное мероприятие. Следующий слайд. В 2013 году мы получили лицензию Рособоназора на образовательную деятельность. Этого лицензии у нас нет. С тех пор мы организовали у себя аспирантуру по направлению по электронике и по информатике. Соответственно, следующий слайд. Мы организовали аспирантуру, и на данный момент у нас порядка сорока аспирантов активно и успешно учатся в нашей собственной аспирантуру. Для нашей молодежи мы проводим ряд научно-технических мероприятий. Первая – это конференция, которую мы проводим раз в два года. Она идет с выпуском сборника «Тейсов доклад», очень красочно оформленная. Прекрасно прошла первая конференция. В 2016 году будет следующее. Мы обязательно будем приглашать студентов военных. И следующий слайд. Второе мероприятие – это конкурсы работы. Конкурсы, где ребята, работающие на предприятии, представляют свои проекты, выполненные по тематике предприятия. Получается, это ощутимая премия. Там серьезный финансовый фонд для премирования победителей этого мероприятия. И целый набор тематики, по которым мы проводим этот конкурс. Следующий слайд. Мы имеем всегда виртуарный читательный зал российской национальной библиотеки, потому что для предприятия иметь доступ к инфляционным ресурсам очень важно. И в плане научной работы, и в плане строения учебного процесса у нас 10 точек виртуарного читательного база и полный, не ограниченный доступ к электронным фондам российской национальной библиотеки, патентным фондам, журналам, научные переводники. Это очень большое подпорье, и эта сеть мы всегда еще будем расширять. 10 точек уже становится мало. Следующий слайд. Большой объем ориенционно-изначеской деятельности на предприятии. У нас есть специальная группа. Значит, два издания, в которых мы принимаем самое активное участие, входит в перечню летучих. Они входили, и сейчас это подтвердилось. В октябре вошел в перечень сборник опроса электроники. Вот в ноябре неделю назад прошел сборник районных правдушек. Это те сборники, которые комплектуем именно мы. За два года мы сделали 8 таких сборников. В общей сложности за два года публиковано более трехсот статей, научных статей сотрудников предприятия и студентов, аппаратов, соискателей. Мы готовим сборники по конференции молодежи и, понятное дело, сборники по конференции с дворцом геонера. То есть, на самом деле, казалось бы, у нас все хорошо и все нас устраивает. Значит, но далеко не так красиво. Знаете, хорошо вам сквынись, смеяться, когда придумали слово «импортозамещение», и теперь надо думать, чем его напомнить. Вот это для нас строили самое большое главное. Именно импортозамещение. А импортозамещение в отношении вуза и предприятия – это, значит, серьезная производство учебных программ. Сегодня у нас высокая подготовка конструкция технологическая. Нам необходимо переходить на отечественные элементы, компонентную базу, ее надо разрабатывать. Что касается любимой установки системы депутатного управления, там все есть. Знаете, когда мы говорим, отечественные контроллеры – их нет, система ввода вывода. Татчики, исполнительную пользу. Многие выпускники прошлых лет очень удачно стали работать, когда есть импортные кирпичики, есть импортный софт, из которого можно все прийти, и оно заработает. Сегодня нам надо думать уже о своих кирпичиках, надо думать об отечественных программном обеспечении, и времени на это не так много. Поэтому вот в отношении к своим методам мы очень рассчитываем на доимное понимание для подготовки конструкторов и технологов. Мы очень ждем, вот на следующей неделе будет первая стажировка преподавателей вуза на наше предприятие, и мы действительно покажем и наши возможности, и в общем-то наши потребности. Очень благодарны вам за то, что вы нас пригласили участвовать в этом мероприятии, и рассчитываем, что наши эгоинные контакты будут только расширяться, крепнуть и развиваться. Пожалуйста. Вопросы есть, Пиктор Михайлович? А какой процент кредитков приходит в план на работу у ваших студентов? Вы знаете, о каких кредитках мы говорим. Если мы говорим о тех, которые идут в рамках программы «Новый кадр ОПК», они у нас предоустраиваются моментально. То есть мы сразу припринимаем их на работу, договариваются, но это в основном магично. Да, это не полная рабочая неделя, но тем не менее они находят на работу. То есть вопросов нет? Все ребята, которые вам ждут, все вам приходят? То есть мы эфициент возврата близок к единице. А мы доверяем? Да. Здесь руководство. Мы специально для приема студентов били там порядка, не так давно, порядка семидесят единиц тех. Именно вот при цели на трудоустройство студентов. Подальше, извините, дать себя пока. Начнет хорошо работать, будут от него результаты, все пойдет выше. И второй мелкий вопрос. Вот я не запомнил. Вы сказали, что собирается в социальных классиков, победителей региональных туров. Это что такое региональный тур? Проходит конференция на местах в том же самом Владивостоке, в том же самом... Это полуночная конференция. Да, 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 это конференция для школьников. Для школьников. Для школьников. И победителей региональных туров. И вы организуете она, что ли, вот здесь строят? Да, да. И у вас потолил мощь. Их хватает. Их хватает, она довольно уже на звуковых. Она идет с седьмого года. Вот в следующем году будут уже десятые. Они проводятся ежегодно. И в формате телемосток даже. А, значит, не только телемосток, это первый вариант. Она идет при хорошей финансовой поддержке Санкт-Петербурга. Дворца пионеров. Единство, вот что мы чисто на себя берем, это вот поездки по осени, по то или иное, ну, высокотехнологичное, скажем, научное предприятие. Они были и в Огненске, и на космодроме Хрисевске, в Калуге. Ну, в общем, каждый раз что-то придумаем особенно интересное. Был прицел на космические исследования, сейчас больше притягиваем предприятие электроники. Вот в этом году были бы Зеленограде. В следующий раз, думаю, мы уже прокасать, потому что там вот хорошая работа у концерна 5. Так, вопрос у Вас. Дмитрия Николаевна, пожалуйста. Сколько человек у Вас занимается этой работой на предприятии? И, я так понимаю, у Вас есть на это бюджет? Значит, у нас для этих целей существует научно-образовательный комплекс, там порядка 15 человек. Вообще-то говоря, у нас очень сильные поддержки со стороны администрации предприятия, службы персонала и, собственно, научно-производственного комплекса, которые уже виднеют для себя эти кадры готовятся. Они придут в те же самые МКК. В этом, конечно, мы в первую очередь учитываем и их опыт, и их потребности. И у нас ежегодно проводится процедура оценки, корректировки перспективных потребностей вкладов на ближайшие 5 лет. То есть это все идет с учетом имеющихся и планированных контрактов, объемов работ, тематик. Вот все легко просчитывается. Понимаете, когда есть объем работы, а дальше мы делим это что-то, выработку на человека, вот количество человек. А дальше все-то размазываем по направлениям специальностям и годам приемов. — Размазываем. — Да, да. — Размазываем. — Да, да. — Размазываем. — Да. — Это тактирует помощь. — Размазывание-то тут изюминка вся. Как грамотно этим потенциалом распорядиться? — Знаете, на самом деле, все можно рассчитать, все можно планировать, но жизнь может оказаться и богаче по себе. За пять лет что-то может произойти, изменить. По крайней мере для нас сейчас очень важны, и я еще раз повторю вопросы импортозамещения во всем. Элементная база, несущие конструкции, программное обеспечение. — Отсюда возникла база для камеры. — Да, да, да. Мы даже чуть быстрее их делаем. В прошлом году еще не было слова импортозамещения, но мы уже будем готовы. — Есть ли еще вопросы? — Да, пожалуйста. — Если эта информация не относится к конечной ситуации, раз у нас есть эти затраты, и вы видите эффективность использования, а какова доля этих затрат на научно-образовательную деятельность, когда она относится к непроизводству, а доля затрат на все производство? — Есть архитектические цифры для страны на научно-образовательную деятельность, а вот для предприятия, а какова доля процента? — Ты хочешь питание, расскажи? — Да нет, не скажу, и коммерческое питание, но на самом деле… — Проценток я не прошу аксалютную цифру, если можно перевести. — Ну, по отдельным позициям скажу, давайте. Наши, допустим, аспиратуры, да? Год обучения вот на сегодняшний момент 48 тысяч на человек. Соответственно, на 4 года аспиратуры, там, сколько там? 119,8 тысяч. Это вот те затраты, которые мы тратим на человека. — Привожить. — Да. Значит, поскольку у нас, понятное дело, несколько волосов нет, а мы специалисты по иностранам, мы их нанимаем, мы привлекаем на договор, это тоже затраты. Ну, у нас есть вот система такая, что предприятие технично компенсирует затратные аспираты, от 50% до 100%. Но при этом за соискателем остается обязанность отработки по окончании… — Вернуть? — Ну, или отработать, там, 3 года, там, 1,5 года, в зависимости от работы до финансировки. — Так, еще вопросы есть? — В рабочем планете. — Ну, я хотел прокомментировать еще о том поводу. У них прекрасно действующий докторский совет. Все одно. Докторский совет. — Ну, он и докторский. — Да, докторский, да. — Докторский, вот считается, так сказать, вы его понимаете. И второй момент, вот этой конференции, которая проводится в блоге Пульско-Юных, ну, наверное, военных тоже тут большую работу, поскольку у нас все, ну, много преподавателей, которые являются руководителями секций, там, вот, по направлениям, там, космонавтика, там, вот, все связано с ракетной техникой. Ну, у нас тут тоже хорошее сотрудничество. — Не-не-не, по космонавтике я тоже. — Не секции, не секции этих, ну, вы там руководите, мы знаем. — Так, ну, если нет вопросов, то тогда перейдем к следующему.